Перед майскими праздниками сотрудники МЧС выпустили специальную памятку для любителей шашлыка. Отдельно специалисты остановились на выборе жидкости для розжига. И неудивительно, ведь из-за своего состава такие флаконы очень опасны. Если нарваться на контрафакт, то вполне можно ослепнуть. Как правильно выбрать жидкость для разведения огня, чтобы не загореться самому, выяснял Кирилл Попов. Сильнее зажечь, чтобы быстрее поесть. Даже несмотря на то, что майские выходные в этом году выдались длинными, любители шашлыков не готовы тратить лишние минуты на разведение огня в мангале. Предпочитают пользоваться специальной жидкостью для розжига. В итоге до мяса дело доходит не всегда. С наступлением летнего периода огненные хлопки возле мангалов раздаются едва ли не каждые выходные. А у торговцев вдоль обочин меняется ассортимент. На место автомобильной незамерзайки приходят средства для разведения огня. Это же опасная штука, мы всем предупреждаем. Владельцы придорожного магазинчика на Володарском шоссе в Подмосковье охотно дают советы по выбору средства. Жидкость во флаконе с красной этикеткой, без постороннего запаха. Другая с коричневой, пахнет, но горит ярче. Продавец уверяет, на огнеопасное вещество не жаловался еще ни один покупатель. Нормально воспламеняется потихоньку, постепенно, короче говоря. Нету взрыва от него, короче. Поверить приходится на слово. Каких-либо документов на товар в этом магазине нет. Покупаем флакон на пробу. В соседнем ларке та же история. Женщина за прилавком советует взять бутылек поменьше. Мол, его содержимое качественнее. Какое исследование позволило сделать такой вывод, ей тоже не вдомек. Приобретаем и это средство на свой страх и риск. Молодой человек, ничего нет у него, никакого документа, честно вам говорю. Ну, вроде сколько продавали, никто бы не взорвался. Жидкости для розжига, как правило, делают из дешевых побочных продуктов переработки нефти. Это субстанции на парафиновой или углеводородной основе. Купленное нами средство для розжига. Смесь жидких парафинов, смесь жидких углеводородов. Посмотрим, как горит. Льем понемногу в разные стороны мангала. Аккуратно и равномерно поджигаем угли. Справа пламя появляется сразу. Слева приходится добывать огонь с трудом. В итоге эксперимента не заставили себя долго ждать. Смесь жидких парафинов загорелась моментально. Смесь углеводородов до сих пор толком не схватилась. Тлеет всего пара угольков. Специалисты советуют выбирать именно это средство. Создается впечатление, что продавец перепутал этикетки. Парафиновая смесь должна воспламеняться медленнее и равномернее. Но эксперты считают, что речь скорее идет о продукции очень низкого качества. Чем должен пахнуть раствор? Нет, вот так мы не нюхаем. Желательно нюхать все-таки вот так. И то же самое здесь. Ну, по запаху здесь вот у нас менее выраженный запах спиртовой. Здесь более выраженный запах бензиновый. Резкий запах спирта – верный признак того, что продукция изготовлена на подпольном предприятии. Химики Нелегал умудряются делать средства для розжига на основе этанола. Для того, чтобы делать это легально, нужно приобретать лицензию, платить акциз, оформлять большое количество документов. Конечно, у подпольных лаборантов всего этого нет. Как и гарантии качества. Отсутствие запаха у розжига – тоже повод для беспокойства. В бутылке может оказаться токсичный метиловый спирт. При попадании в организм этот смертельный яд может вызвать слепоту. Ароматы бензина не лучше. Такая жижа может полыхнуть так, что мало не покажется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты заснял! Что на самом деле содержится в пластиковых флаконах подпольных производителей, известно только самим изготовителям. Дельцы разливают по бутылкам всё, что хорошо горит. А иногда и наоборот. Отходи, сейчас полыхнёт им. Полыхает, вот это жидкость. Что касается официальных производителей жидкости для розжига, эксперты советуют делать выбор в пользу смесей на основе парафина. Углеводороды, они у нас испаряются, особенно если это летний период, нагрелась жидкость. Испарение, вы подносите спичку, пары, считайте, бензина или бензиносодержащих смесей вспыхивают. И дальше мы получаем хлопок объёмного взрыва. Бомба замедленного действия выглядит вот так. Оставленная рядом с мангалом бутылка. Уже при температуре выше 25 градусов жидкость внутри начинает превращаться в газ. Через каких-то 10 минут у огня или на палящем солнце флакон с розжигом превращается в газовый баллон. Я просто спичку в мангал. И случилось, что и сам мангал, мангал как бы хлопнул. Житель Москвы Валерий Савельев уверен, технику безопасности не нарушал. Просто розжиг был некачественным. Пикник Олега Соловова тоже закончился больничным. Бутылка неожиданно взорвалась в тот момент, когда мужчина находился в нескольких метрах от мангала. Как ракета с рук и улетела. В общем, дно лопнуло. И вся эта жидкость на меня пошла. Она так не то, что еще я был одет в синтетике. Медики утверждают, каждый любитель жареного мяса на природе – это потенциальный клиент ожоговых отделений больницы. В майские праздники туда поступает десятки пациентов. Жидкости для розжига костров, так как при попадании на одежду и кожу случайного вспламенения, они вызывают более локальные, но более глубокие ожоги. Самая распространенная ошибка – поливать уже тлеющие угли. Беспечность любителей пикников порой объясняется просто. Горячие шашлыки для некоторых – дополнение к горячительным напиткам. Рекой льется алкоголь и жидкость для розжига. Тем же, кто пострадал от низкопробного горючего, не по своей вине или глупости. Адвокаты советуют обращаться в суд. Доказать, что возгорание произошло по вине производителя, бывает сложно. Но шансы добиться компенсации есть. Единственным способом доказать это будут свидетельские показания. По возможности, если у вас осталось на дне бутылки остатки этой жидкости, также постарайтесь их сохранить. В будущем это позволит провести экспертизу по данному веществу. Многие отдыхающие, если и не знают, то догадываются о том, что используя средства для разведения огня подвергают себя серьезному риску. Но желание отведать мясо на углях бывает сильнее здравого смысла. Просто угли никогда не разожжете. А если дрова сразу начать? Дрова можно, но в такую погоду влажную вы дрова не найдете нигде. Но я против розжига, потому что запах очень неприятный после него. Отдельно можно упомянуть и прокопать от некачественного средства, которое оседает на жареном мясе. Полезного от нее тоже мало. Гарантированный выход из ситуации один. Разжечь пламя по старинке. В конце концов, несколько тысячелетий подряд огонь умудрялись добывать безо всяких сомнительных жидкостей. Кирилл Попов, Александр Пешков, Илья Емельянов. Вести. Дежурная часть. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лементина в озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok